Дорогие друзья, мы продолжаем наш путь в Алара-Хан. Проезжаем мимо банановых плантаций. Как я уже говорила, до Алара-Хан от Аланьи ехать 42 километра. Находится он по Куджаваре. И сейчас мы находимся в детских километрах от Алара-Хан. От речки и от крепости. Добраться сюда можно только своим ходом на машине или на мопеде. К сожалению, автобусы и туры сюда не ездят. Мы уже доехали до Алара-Хана. Посмотрите, какая здесь потрясающая погода. Ох, погода, природа, ну и погода тоже классная. Вот так вот выглядит Алара-Хан. Если вы поедете по дороге, вы не потеряетесь. Давайте теперь сейчас пройдем внутрь и посмотрим. Как я уже говорила, здесь находится не только Хан, караван-сарай, но есть крепость и есть речка, которая похожа на дым-чай, где можно посидеть, отдохнуть, приехать всей семьей. И, конечно же, покупаться в прохладной воде в жаркое лето и покушать вкусной еды. Вот так вот выглядит Алара-Хан. Как я говорила, построили... Давайте посмотрим. Построили Алара-Хан в 1231 году. Занимает он площадь во времена Сельджуков, во времена Алаитина Кейкубата, того самого султана, который построил крепость Аланийскую. Вот так вот выглядит Алара-Хан снаружи, внутри. Это небольшой Хан. Занимает площадь, как я уже говорила, 2000 метров. И прям напротив... Я надеюсь, что он открыт, и что мы сможем зайти внутрь. И прям напротив, за вот этой горой, находится крепость. И вот вы видите, что-то наподобие Дымчая, речка. Туда мы пойдем после Хана. Вот таким вот образом выглядит основной вход в Хан. Вы видите, здесь нет никаких вывесок, никаких магазинов. Ну и сейчас давайте пройдем внутрь. Друзья, вы готовы погрузиться в атмосферу? Я зашла сюда, а здесь закрыто. В общем, я хотела зайти со стороны, показать все самое интересное. А вход закрыт. В общем, ищем нормальный вход. В общем, друзья, чтобы попасть в караван-сарай, нужно перейти улицу. И вход находится вот здесь, а также туалеты. Все, друзья, мы наконец-то нашли вход. А теперь окунемся в атмосферу сельджуков. Здесь есть небольшая информация о том, как реставрировали этот караван-сарай. И очень радуюсь, что здесь не устроили никаких магазинов, хамамов. В общем, здесь вот как все было в те времена, так и осталось. Это небольшой караван-сарай, построен в 1231 году. И путники здесь останавливались во время долгой дороги в те времена. Здесь висят какие-то предметы интерьера, ковры. Очень прохладно. Стоят столики. Иногда, очень редко сюда привозят туристов, устраивают здесь, я думаю, турецкую ночь. Вот вы видите, стоят столики. Есть сцена для представлений. В общем, такая интересная, приятная атмосфера. И совершенно не испорченный, не тронутый никакими рекламами и реставрациями традиционный караван-сарай, хан Алара-хан. Посмотрите, здесь так умиротворенно. Просто потрясающая атмосфера. И очень прохладно. В жаркий день здесь просто невероятно находиться. На улице сейчас уже тоже очень жарко. И представьте, в жаркие летние дни, в те времена, 800 лет назад, когда не было ни кондиционеров, ни вентиляторов, ничего, путники и животные здесь отдыхали, останавливались. Очень красиво, очень атмосферное место. Я в этом караван-сарае во второй раз. Была здесь пять лет назад. Мы с Айханом приезжали. Даже уже больше лет, здесь, наверное, но очень здорово. Кто кричит? Ворона, наверное. Смотрите, кто-то кричит. Какая-то птица, что ли. Да, в клетке какая-то птица. Ой, и паутина. Точно птица. А как нам туда попасть и посмотреть? Ой, не знаю, кто-то там заперт. Похоже на какое-то животное. А как нам туда внутрь пройти? Давайте попробуем пройти туда внутрь. В общем, друзья, обязательно приезжайте сюда. Здесь очень интересно. Пойдем искать ворону. Айхан тоже делает прямой эфир. И вот так вот выглядит внутренний дворик. Здесь можно также пофотографироваться. Кто-то там кричит. Где-то. Вот здесь вот заперт. Вот там вот заперт. Огромный попугай. Бедненький. Посмотрите. Бедный сидит в клетке. Очень жалко птичку. Вы видите, вот там вот огромный попугай. Вот так вот выглядит внутренний дворик. Караван-сарая. Здесь можно еще пофоткаться. Посмотреть. Внутреннее помещение. Все отреставрировано. Какие-то маленькие комнатки. Вот там мы только что с вами проходили. И вентиляционные люки вот таким вот образом раньше были сделаны. Тоже такая же комната наподобие. Здесь можно взять всякие костюмчики. и пофотографироваться. Я думаю, что они платные. Но здесь никого нет. Вот на таком троне можно сфотографироваться на память. Давайте посмотрим, как это будет смотреться. Кстати, это кресло раньше стояло внутри. Сейчас оно стоит снаружи. В общем, друзья, очень колоссно атмосферное место на берегу речки. Обязательно, обязательно приезжайте сюда. Я думаю, что вам очень понравится. Бедный попугай. Мне так его жалко. Давайте узнаем, чей он. Поставьте вы его хотя бы наружу. Огромный попугай. Ужас. Зачем так издеваются над животными? Кстати, в Турции сейчас введено уголовное наказание за плохое отношение к животным, что является примером вот этого самого плохого отношения. Смотрите, здесь еще есть лесенка наверх. Давайте пройдем наверх и посмотрим. Думаю, что на второй этаж зайти не получится. Здесь все закрыто. Но если бы можно было бы, мы бы попали на второй этаж. В описании к этому видео я оставлю ссылку на этот караван-сарай. Слушайте, у меня мелкий попугай дома. Он орет, как бешеный, когда его не выпускают. А этот сидит целый день в темноте. Ну, ужас, ужас. Ужас. сейчас узнаем, чей это попугай. А еще здесь есть вот такие вот красивые верблюдики. Я боюсь его потрогать. верблюдики. Я боюсь. красивые. Очень люблю верблюдов. Они очень умные, добрые животные. А то, что плюются, это полная ерунда. Хороший. Жарко тебе, Хороший. А здесь есть еще маленький верблюжонок. Маленький верблюжонок молоденький. И вот она, речка Алара. В той стороне находятся пикники. А в этой стороне видите такой небольшой водоворот, где тоже можно посидеть, отдохнуть, приехать на пикник. Очень красиво. Поэтому давайте теперь пойдем на пикник и тоже посмотрим, как там все устроено. Пикник выглядит вот таким вот образом. я вам быстренько покажу, что здесь есть. В принципе, ничего особенного. Речка. летом здесь народ плавает в реке. Я не знаю, вода здесь, конечно, вот видите, турки отдыхают. Прошлые разы здесь было как-то покрасивее. В общем, народ отдыхает. Воскресенье вот так вот выглядит речка. здесь вода практически такая же, как в зеленом каньоне в Манавгате. Я здесь никогда не купалась. Второй раз мы сюда приехали. В общем, выглядит пикник таким образом. Больше всего мне понравился вон тот вот небольшой небольшой водопад. все, друзья, мы покидаем Аллахан, Айхан, Насл, Гизельман? Нет, интересно. Бак. Насл, Бак. Бедный попугай, Редкар. В общем, последнее про попугая. Мы нашли хозяина кафешки. Он сказал, что попугай принадлежит фотографу. И они приедут и вытащат его наружу, в чем я очень сомневаюсь, поэтому обязательно размещу пост на фейсбуке про этого бедного попугая. Но он же как человек. В общем, не понимаю таких людей совсем. Используйте животное для зарабатывания денег, хотя бы позаботьтесь о нем, чтобы у него было воздух, я не знаю, солнце и так далее. Ну, а сейчас мы покидаем Аллахан. И я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому тоже обязательно, обязательно приезжайте сюда, ссылка на местонахождение в описании. Как я уже говорила, добраться сюда можно только своим ходом, либо туром. Насчет туров я не знаю точно, но автобусы сюда никакие не ходят. Вот такие здесь бараны спрятались, спрятались от жары козы и бараны. Один гремит своим бубенчиком. Майхан сказал, что это жилые дома, здесь люди живут, у них животные. Вон он там ходит. Вот такая здесь классная природа, очень жарко. И мы заканчиваем это видео, прощаемся с вами, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал обязательно, комментируйте, задавайте вопросы, ну а в следующем видео вы увидите пляж Инжикум, куда мы и отправляемся. Айхан со всеми прощается. Пока!